Итак, всем привет, с вами Добгай, а перед началом этого видео я попрошу вас подписаться, если вы еще вдруг не подписаны на канал. Поехали! Начинаем мы играть за Трансамур в Кайзершизу. В этот раз не слишком в Шизовую путь, да, все-таки Колчак еще как-то более-менее выглядит разумно. Какая-что тут есть разные пути, разные правительства. Пойдем мы, скорее всего, вот сюда, в монархистов, будем восстанавливать наше, собственно говоря, правительство, нашу империю российскую, которая потом будет проводить из комнаты Петрограда, либо Москвы, посмотрим. Есть здесь еще различные пути, есть здесь вообще путь, что это, коммунистам-анархистов каких-то, да, ну да. В общем-то, это какие-то уже Шизовые пути есть. Это, в принципе, еще такое в рамках альтер-истории, допустим, как-то, как-то еще не слишком Шизовый. Так что вот, у нас здесь имеются областники, которые сопротивляются, у нас здесь зависимость от Японии некоторая имеется. У нас, кстати говоря, сибирская армия есть, которая очень неплохие бафы имеет. Учитывая то, что у нас здесь жесткие проблемы, вот, с местностями будут, то это очень кстати, нам это должно помочь в войне с Россией в будущем. Поддержка войны есть, вот, еще у нас есть антиколчаковские настроения, и они нам еще будут нужны. Кроме того, здесь очень много есть различных решений, вот таких вот, на взаимодействие с регионами. Вообще, они, конечно, могут быть интересными, но, как правило, мне они не нравятся, потому что, ну, блин, взаимодействие с каждым из твоих стейтов, там, какие-то процентики в каждом стейте, ну, слишком много каких-то махинаций. Хотя, по факту, тебе они не нужны, скорее всего, ты сможешь там до какого-то своего пути дойти, просто нажав пару кнопок. То есть, здесь куча всего вот этого нарисовано, прописано, а тебе нужно реально нажать там буквально пару кнопок. Так что, обычно это все такое себе. Ну, и нам, в принципе, это все не интересно, потому что по пути, по которому мы идем, этих решений потом больше не будет. Так что, нам нужно сейчас выйти к новому совмину, всем эти фокусы пройтись, и там уже мы будем решать, какой путь мы выберем. Вот, прежде этим, где-то посерединке я, наверное, бы взял здесь вот фабрики, потому что нам нужны фабрики. И я взял бы себе внезапно концерт на строительство инфраструктуры и ЖД, потому что, черт возьми, ЖД у нас просто жопа. У нас здесь, видите, третий лвел, а там второй лвел, то есть надо будет здесь все прапать, надо будет инфры где-то поднять чуть-чуть, потому что тоже локального снабжения очень мало, а армия у нас есть. На каждую всю армию мы отправляем, давайте-ка, вот сюда, просто потому что здесь они не будут хотя бы гореть. Вот, все это я примерно понимаю, но могу ради вас, наверное, прокликать. Все-таки считать я все это не буду, кому вдруг внезапно эти интересные лорные записочки, можете почитать. А я их просто пропускаю. Самое интересное, вот, сибирские монархисты у нас под генералом Диттер... Нет, у него очень странное имя, Дитрикс, кто-то такое, Дитерих, Дитрих. Хороший вопрос, но русский его никак не перевели, да и вряд ли можно взять так просто и перевести. Так, и татаро в Сибири можем послать, в конце войны увеличится, а что это сделает? Блин, ну, давайте попробуем. В прошлый раз, когда я прогонял, как дойти до своего пути, я не нажимал это, ну, посмотрим. Шансы войны уменьшатся, провалилась. Блин, ну и зачем я 50 политики тратил тогда? Хороший вопрос. О, у нас умер Георг Пятый, наш старый друг. Они не знают друг друга, но мы можем партнерство иметь. Да, почему бы нет? Тут у нас была встреча, они заинтересовались нашим делом, они нам частично помогут. Ну, наш новый партнер лучше, чем ничего, это правда. Построим пока что вот две фабрики буквально, а затем начнем проводить ЖД. Просто две фабрики, ну, хотя бы чуть-чуть увеличить наши фабрики, которых-то совсем мало. Потом будем проводить ЖД, тут инфраструктуру делать, потому что иначе мы здесь будем гореть, пока просто будем стоять на границе. Так, это мы сделали, здесь нам ничего не дастся, только это всякие политические фокусы. Следовательно, мы сразу идем в фабрики. А еще у нас вот здесь вот есть решение на плюс фабрику, плюс инфраструктуру, это мы возьмем. Это влияние нам не надо поднимать, колчака. Вот это я не очень понимаю, что это такое, так что мы не будем делать. Вот это нам нужно делать, потому что 300 припасов в провинции у нас появится. Это нам надо. И укрепление. Это вот в этом стейте, как раз таки в пограничном главном стейте. Еще вот здесь вот есть, но здесь видите, как бы ужасные территории, так что здесь в идеале бы вообще не воевать, но что-то придется оставить так или иначе. Здесь получим плюс 300 локальных припасов, это везде нужно будет, конечно. И вообще можно было бы еще сделать вот этот проект, плюс верфь, получить там укрепление, база, инфраструктура. Просто потому что почему нет? Это плюс данные, бесплатные. Да, там какое-то влияние повышается, еще что-то. Но, как я и сказал, когда мы отойдем до своего пути, будет без разницы сколько у кого влияния, эта механика просто пропадет. А вот оно, нациалистическое движение «Истинные патриоты, верные Колчаку». Ага. У нас правильно здесь проходят всякие демонстрации рабочих. У нас вообще, в принципе, есть проблема с коммунистами. Вот, народно-революционная армия, она действует у нас в стране и периодически что-то подрывает. Она, в принципе, тоже один из возможных путей, но играть за левых, наверное, я не очень хочу. В России сейчас я уже за них, в принципе, играл в Кайда-шизе. Здесь у нас первые фабрики, можем еще построить фабрики. Давайте так и сделаем. И можем сделать некоторую мобилизацию, тоже мы это сделаем. В Китае уже пошла война. В Германии уже начался кризис. В принципе, ничего нового. В Америке пока еще не очень понятно, что происходит. В Китае делают военное положение в Алжире. О, маршал, видимо, останется в власти, что ли. Смотрим. И в России тоже что происходит, скоро узнаем, да. Еще о демонстрации рабочих. Они преследуются, если говоря, план Думы. То есть это они пошли в левый путь. То есть, блин, было бы и любопытно, если бы они пошли в как раз-таки каких-нибудь социалистов. И получилось бы такое противостояние монархистов против социалистов. Было бы любопытно. А вот и частичная мобилизация. Подъезд была отлично. У нас уже 8 фабрик, таким образом делается что-то. Сейчас еще чуть по фокусам получим. И вообще будет прекрасно, я думаю. И в России победили ПСР, по-моему. Вот они, ПСР, социал-демократы, да. Слушайте, ну это похоже на один из вариантов прихода левых власти. Итак, нам еще нужна вот эта фабрика военно-завода инфраструктура, пожалуй. В верфи нам, наверное, не нужна. Это мы брать не будем. Здесь тоже верфи тоже брать не будем. Что после этого фокуса, в принципе, мы можем уже идти по политке полностью. Черт, а НРА все тушит нас и душит. Ну, что поделать. Есть у нас, кстати говоря, политка. Давайте на промышленного концерна. На прошлый концерт потратим ее. То есть мы очень много сейчас промки будем исследовать. Ну и опять-таки сейчас достроим вот эти две фабрики и начнем ЖД прокладывать. Так, в Россию приходит Петр Саидский. Евразийский идеолог. О, это что? Вот эти вот, там есть какая-то партия евразистов или как, что он называется. Да, где-то там. О, евразийцы, да. Евразийский идеолог, это интересно. Какое-то любопытное правительство там. И мы можем сейчас еще сделать фокусы различные. Можем к Японии приблизиться. Здесь видите, в принципе, что там, что там. Особо ничего не меняется. Да. Здесь то же самое. Давайте поэтому просто пойдем вот сюда. Сначала там три военных завода будет пораньше. И, кстати говоря, нам дадут железнодорожные орудия. Это кайф. Бесплатно, ребята, бесплатно. Это будет очень приятно. Это, я думаю, поможет нам пробиваться сквозь вот эти вот ужасные территории. Можно сделать какой-то флот, начать. Я думаю, можно, в принципе, что у нас вообще по кораблям. Построились и... Господи, такие ужасные корабли. 14 пузлов в час. Вы представляете, что это? Как это медленно? Когда 30, я считаю такой нормой, хороший. Это просто ужас. Поэтому, я думаю, просто конвои. Не больше, не меньше. Возможно, нам потом пришлось с Японией сражаться. Но я не думаю, что сейчас мы что-то можем построить такое, что поможет нам с Японией сражаться после. Только какие-нибудь подлодки, может быть. Еще одна демонстрация рабочих. Кстати говоря, про подлодки, да? Давайте тогда сделаем. Вот они. Большие субмарины, кстати говоря. У нас что, нету торпед? У нас есть торпеды. Хорошо. Тогда... О, да, давайте-ка большие субмарины и поделаем. Это крейсерские субмарины, которые чуть-чуть получше. Незаметность должна быть поменьше, если я правильно понимаю. Да, так и есть. Давайте сделаем хотя бы их. Верно? Ну, что-то такое. Возьмем чуть-чуть обнаружения кораблей. Да. И, наверное, в принципе, так и оставим. Были бы у нас радара, я бродар, наверное, поставил. Ну, уже ладно. И давайте будем просто подлодки клепать. Че нет? Сделалось, у нас на Китаем неинтересно нам. И нам бы по технологиям в эти машины, грузовики выйти. У нас очень, конечно, мало промки, но потихоньку движемся. И машины как раз в Ките нам помогут потом вот здесь вот снабжать свои войска в этих ужасных сибирских условиях. В целом, в целом, здесь кое-как, видите, есть пункты снабжения, города какие-то. То есть мы сможем в среднем себя снабжать. Но надо будет, я думаю, подстраивать их, так что, опять-таки, концерн мы выбрали, я думаю, правильный. И можно уже сразу поставить себе на армейский опыт какие-то вещи тут. Вообще можно свободную торговлю поставить. У нас все равно ресурсов, как бы, достаточно. Мы все равно ничего не должны будем покупать. А бафы на строительство и на исследование будут. Отлично. И сразу давайте-ка вот так сделаем. Это раз, два. Нам нужно вот сюда ЖД провести. Самая короткая будет вот эта дорога и ее третьего левела. Потом подсоединим, я думаю, вот сюда тоже. Видите, здесь тоже третьего, второго надо будет это тоже все апать. Ну вот так вот хотя бы, я думаю, будет нормально. Открыли мы британское посольство во Владивостоке, представляете? И сейчас еще три военных завода получим. Все пойдет на пехотное снаряжение. И давайте-ка сразу займемся чем? Во-первых, сделаем нормальную дивизию. Это ветеранские дивизии. Вот такие вот. Во-вторых, распустим сейчас тех ребят, которые, видите, без опыта. Это значит, что у них слишком мало опыта было до этого. То есть мы просто потратим снаряжение на их обучение. Дешевле будет их просто новых нанять. И фактически нам нужно, в принципе, всех новых нанять будет. И это нормально. Это нормально. Делаем так. Делаем сразу тоже тридцаточку. Делаем сюда лопату. В общем-то нормально, двадцатку делаем. Вот такая классическая дивизия. Ничего необычного. Опять-таки смотрим здесь. Эти ребята не теряют опыт, теряют. Да, они распускаются. И мы просто нанимаем здесь всех новых. А теперь давайте пойдем, я думаю, вот сюда. Хотя, блин, давайте начнем с вот этого. Разобраться бы нам с повстанцами, да. А то они нам все душат. Забастовка в чите. Смотрите-ка, стабильность потерять и популярность. Либо подти на... Я бы согласился, да. И видите, сопротивление уменьшится. Потому что, ну, мы будем разговаривать с нашими рабочими, и они будут меньше поддерживать краски коммунистов. Потому что, ну, если правительство с ними говорит, то зачем против него восставать, верно? Так что, да. Но все равно политки очень много, а мы пытались на это только политку. И мы уже начали строить... Вот здесь вот РЖД. Так, сокрушить НРА есть. Давайте дальше. Мерзи жесткой экономии, либо потакание рабочих. И смотрите, нам нужно, чтобы до РОПС, вот этот вот, был нелояльным. Так что мы выбираем те вещи, которые его лояльность, как бы, как раз таки уменьшают. И начинаем бороться с повстанцами. Оба-на. Можем попросить помощи в борьбе с НРА, да. Можем попросить до РОПС. И как раз таки, да, наверное, я их попрошу, чтобы у них влияние подросло. Лояльность мы их все равно еще решениями сейчас убьем. И так, я знаю, что когда мы выберем, там будут дебафы, поэтому давайте сюда пойдем. И опять-таки надо, чтобы дуров становилось менее лояльными, так что идем по этим фокусам, соответственно. А можем, кстати говоря, взять эту кнопку 5 ТНП на 90 дней. Хотя, блин, наверное, не сильно. Не хочется. Давайте еще одну фабрику здесь построим вообще. Мы успеваем ее построить. И успеваем после этого еще ЖД проложить. Так что давайте плюс одну еще. Вмотря на то, что мы вроде как с рабочими разговариваем, все равно демонстрация. Проходят, конечно, ужасно. А вот и прицовый обход против большевизма. Ксаки начинают. Ксаки поднимают свое влияние, а НРА как бы душат. Видите, областники получили сейчас много влияния, потому что мы им фокусы когда даем. Фокусы берем, которые им помогают. Но это все не имеет значения. Скоро у нас будет всего лишь одна, так сказать, партия и один вообще король, император. Сделали мы элитные сибирские отряды. Еще больше уменьшили штрафы за снабжение, за местность. Аргу получили, но фактор уменьшили. И, в принципе, плевать на это. Здесь мы могли бы, наоборот, увеличить свое набережное население. Мне, в принципе, как будто интересно, но, блин, лучше набрать от этих бафов население у нас так или иначе в один момент будет и так большое. И идем в наследие белых до погранотрядов. Есть наследие белых. Давайте пока погранотряды. И наша армия растет, на самом деле, у нас топки немножко не хватает, но это нормально. Давайте еще тоже их тренировать, ведь мы хотим хорошую армию. И начинается, тем временем, гражданская война в Америке. И вторая, расклад сил, в принципе, классический, только пока что непонятно, кто там по фокусу придет. Слушайте говоря, здесь не Маккартрон, здесь Лихия. А здесь Эдвард Восьмой, что? Подожди. Ух, я не закликнул. Хотя Эдвард Асим тоже выглядит странно, кстати говоря. И давайте-ка возьмем повышение нашей легитимности. Мы уже вот-вот придем к фокусу на выбор правящей власти. Так вот, на проблема семенцев. Говорил, видите, здесь стапка, авторитет. Но самое главное, стапка на самом деле. Остальное плевать. И нам нужно, чтобы Дрофс стал менее лояльным. Идем направо. Они уже, в принципе, должны быть... Да, видите, вопросительная у них лояльность. Нормально. Атаман Семенов. Мы не будем формировать. Никакой войной вокруг ничего не делать. И вот я думаю, теперь можно концессия заебаться, открыть. Это НП получить на три месяца. Почему нет? Побыстрее построить ЖД нашу. И выходим мы в лояльность Чешского легиона. Как я и говорил, сейчас получим просто железнодорожное орудие. Кайф. А здесь начинается война Фландрии с Германией. Фландрия развалилась на Волонию и Фландрию, кстати говоря. Вроде как это была одна страна до этого. Вот и гражданская война в Испании тоже подъехала. Можно было бы в теории отправить куда... Аташе куда-нибудь. Вопрос, куда мы хотим отправить. У нас придут вот эти парни в власти. Наверное, Королевство Испания самое близкое к нам, да? Давайте туда отправим, Аташе. И вот наш колчак объявляет, что будет сейчас у нас новый совмин. Новый кабинет. Но мне кажется, он не доживет до объявления. И вот оно. Вот он. Детерикс становится... Я все-таки думаю, что это Детерикс. Да. Становится нашим адмиралом. Точнее, становится нашим диктатором. Адмирала-диктатора больше нету. И вот еще есть вариант, что у нас казаки придут к власти. Ну, звучит интересно, конечно, но так делать мы не будем. Так, колчак свернут. И у нас, видите, здесь есть вариант областникам отдать, контр-адмиралу отдать. И вообще благородоросы, мол, у нас соберут власть. Ну, нет. Михаил Детерикс. Да, кстати говоря, Детерикс. Х. Не К. Новый глава Трансфамура. Вот он. И у нас вводится военное положение. Еще 5 ТНП у нас. Забирая до 15 ТНП. Строимся. Кайф. Через 2 месяца доделаем ЖД до сюда. Полностью отлично. Попустились у нас фокусы. Типа не готовят переворот против нас. Чем они себя считают? Мы делаем фокус новое военное правительство. Разорвали они с нами пакта недопадения. Но на этом все не закончилось, кстати говоря. Что, значит, мы сейчас будем защищать свои территории? Ой, смотрите-ка. Открытся городковое ополчение. Можем? Если мы, я так понимаю, 180 дней не ловим Джонни, ловим, потому что никому не нужен. Да. Не контролирует Владивосток и Приморье. Нам нужно контролировать Приморье и Владивосток. Окей. Когда мы, смотрите-ка, все везем туда. Давайте-ка найдем какого-нибудь генерала, подходящего еще для этого. Этого, это... Вообще, вот этот неплох, потому что у нас здесь в теории может быть недостаток снабжения где-то. Но и здесь вообще много хороших генералов. Плюс-минус. Мне вот этот нравится, потому что у него сразу же прокачано. А, ну это, как раз таки, наш Дитерих. Дитерихс. Давайте Леонида. Значит, генералом армии и фельмаршалом бы штабиста было бы неплохо, кстати говоря. И вот этот парень тоже более-менее неплох. Штул у кого самая большая премия припасов снижения? Я думаю, надо Семенова ставить, просто потому что он будет нам максимально снижать припасы. А нам это здесь нужно. Все, наверное, вот так вот просто будет. Даже нет никого с хорошими бафами. Именно с уникальным перком, типа одним из этих нету. Значит, мы берем Семенова, да. Значит, смотрите-ка, все дивизии, кроме трех этих, ведут сюда. Три дивизии станут в Владивосток. У нас еще здесь есть... Смотрите-ка, здесь порт есть тоже. Его крепить и этот порт тоже укрепить. Остальное все по позициям. Поехали. Здесь эти коряжины сразу помогают нам выбить эту провинцию. Да, и мы можем, в принципе, только и держать здесь оборону. И нам... У нас уже все устроит. Мы, кстати говоря, можем военную экономику себе так под шмок добавить. И я думаю, почему нет? Почему действительно нет? Достроим мы ЖД. Опять-таки, давайте вместо ЖД еще достроим одну фабрику. И думаю, это будет последняя уже фабрика. После этого мы можем уже строить себе военные заводы. Ну, наряду, конечно, с инфраструктурой ЖД. И доктринку мы уже вторую вкачиваем. Приятно потихоньку опыт. Капает нам нормально. Сополчение поднялось. А, нельзя их расформировать, да? Блин. Ну... После своей чистки на 270 дней арги минус 2 задаются. Но я думаю, мы справимся с этим. Дивизия этого приста звучит, как будто это говно дивизии. Но вот это звучит еще, кстати говоря, интересно. У нас, видите, здесь немножко меняются бафы. У нас арга отнимается. Но военобязанное население поднимается. Фактор поднимается. Штраф увеличивается. Но поднимается остановление и пополнение. Ну, блин. Допустим. Вообще, там сказано в этом ивентике, что мы, типа, не можем их сбросить в море. Да? А почему нет? Понятно, что там есть, типа, дивизии. Но у нас вполне есть все равные шансы. У них там 300 тысяч. У нас 160 тысяч. Ну, можно сказать, 200 тысяч. Мы вот это деплоем. Сюда, сюда, как бы. Ну, и могли бы, в принципе, что-то поделать. Давайте вообще попробуем порейдить морем. Колчак. Колчак убит, но колчак не убит. Что? А вот так. Надо было, потому что нормально скрипты прописывать. Я так подозреваю, просто адмирал... Генералом, точнее, его убили. А адмиралом не убили. Ладно. Конечно, смешно. И могут ли наши подлодки что-то поймать? Как будто да, но что-то как-то... Не сильно у них что-то получается, честно говоря. А, у нас есть еще новые подлодки. Которые тоже могут пробовать. Давайте эти спрячем. А вот эти пускай попробуют еще что-то поискать. Так, есть у нас земская рать. Давайте-ка вооруженные силы Святого Креста. Ну да, Япония, короче говоря, просто будет фк тут сидеть. Мы реально можем вот это выбить, кстати говоря. А почему нет? Это просто опыт военный. Да, наземный. Можно и повоевать. Я же назначал генералов. Верно? Я же принимал таблики. Ну, да, только там были другие. Что-то, видимо, изменилось. Видимо, генералов чистки забрало. Тех, которые я сюда поставил. Блин, это, конечно, неприятно. А у нас еще, у нас есть еще один организатор. И он... О! Так вот, куда у нас будет фельдмаршал. Он, конечно, строгий лидер. Что-то неприятно. Он приспособленец на старте. У него еще три перка доступна, господи. Раз, два, ну и три. Вполне себе неплохой лидер. Конечно, опять-таки. Брать бы ему вот этого. Ну и вот этот не очень приятно. Ну, но жить можно. И давайте-ка ведем военное положение. С того, что все дни у нас будет стабильность подниматься. Нам стабильность надо поднимать. И что еще мы можем тут поисследовать? Ну, радары, что ли. Ну, кстати говоря, обмен пауэр немножко закончился. Так что прекратим вот на этом, наверное, вербовку дивизии. Хватит пока что. Так, это мы сделали. Давайте-ка земский собор сделаем. Понясаю, не верю, что это нам даст. Но что-то все дает. И есть ощущение, что мы здесь, кстати говоря, не очень хорошо будем конвоя. Хотя, слушать, нет. Где-то не очень хорошо, где-то хорошо. Давайте тогда немножко вот так сделаем, наверное. Вообще, наверное, я отсюда бы убрал. Но пока вот, видите, пока вот такие битвы-то окей. Не против поформить немножко опыта? Ну, в целом, наверное, эффективнее было бы здесь охотиться на подлодке. А вот нам дали дивизии, которые... Слушайте, которые имеют опыт. Давайте посмотрим, сколько они опыта этого сохранят, если мы вот так вот сделаем. И если достаточно, то я бы их и оставил. Потому что вот это обучить будет выгодно до регулярных. Вот здесь пытаются штурмовать. Ну, неудачно для японцев. Так что да, японцы реально забудьте вообще. Можем еще поставить усилить контроль, чтобы популярность поднять партии. Да, я бы хотел. Потому что у нас партия пока что совсем не популярна. Всего 9% надо срочно это исправлять. А это даст нам очень солидный прирост, я считаю. Итак, земский собор, царь, скоро вернется. Плюс еще стабильность, кстати говоря, и плюс популярность партии. Отлично. И давайте купить современную экипировку. А, нам нужно все. Ладно, давайте тогда связь с церковью нажмем. Ну, кстати, шутки с шутками. Но мы рейдим какие-то подводные... Это конвоями какие-то корабли. Теряем в основном вот эти устаревшие. Подождите. Или нет? Не очень понятно. Мы потеряли вот отсюда подлодку, но вот здесь. Нет, ну топим что-то и полезное, как бы. Так что да, технически... Мы просто действуем на нервы Японии. Все говоря, можем видеть разведанное? Нет, не можем. Давайте вот это уберем, пожалуй. Продолжим просто действовать на нервы так же. То есть вот весь флот Японии приходит сюда. Вся авиация Японии приходит сюда. Надо отсюда уйти, значит. В своей церкви есть. Давайте-ка современная кипровка. И это мы под бафом вкачаем потом оружие 2. Русская дальневосточная православная церковь. Стабильность, политка и связи с церковью. Кстати говоря, приятное восстановление. Политка. Это нам надо. И раз мы уже в одном регионе охотимся, то давайте так, наверное, объединим. Включался Кирилл Романов. Значит, не очень приятно. Но Владимир становится претендентом. Окей. Просто продолжаем так вот охотиться. Что я могу сказать? А вот оно, Владивостокский договор. Наша маленькая миссия, 1905 год. Ага. Потерял весь начальный смысл. Они несут большие потери. Не заняли Владивосток. Ну и все. Они встретятся в Владивостоке, чтобы подписать мирный договор. Сегодня потерял свой аппарат. Подождите, Херохита? Я вот... Я могу в любую шизу поверить, но то, что Херохита, блядь, поедет в Владивосток, заключает мирный договор... Ребята, ну кто это сочинил? Кто это сочинил? Ну это вам, конечно, ну совсем. Это как бы даже не Бакаса, блядь. Херохита в Владивостоке, это ну совсем шиза. Говорится, снимаешь шляпу. Я не ожидал, что здесь все будет настолько жестко. А можно вот это распустить, пожалуйста? Ну, мне это не нужно. Распустите. Распустите, пожалуйста. И готовимся уже, наверное, воевать вот сюда. Не думаю, что нам еще что-то получится повоевать где-то. Может быть только с Монголией в один момент. Но вряд ли что-то еще. И вот оно, восстановление монархии подъезжает. Наконец-то. И у нас скоро должны вот эти вот вещи убраться. У нас демобилизация экономики. И я ее демобилизирую, правда. Через 100 дней. Потому что, ну, я не могу брать себе хиты по стабильности и поддержке войны. По стабильности будет биться. Так что, да. И воевать я, наверное, не знаю. В теории, в теории я уже готов. Как бы, да. А что нам еще, как бы, ждать? Там, кстати говоря, непонятно. Как-то заводы распределены очень. Все, что один сюда, тридцать сюда. Что это за распределение? Ну, и как бы, будет возможность. Я вообще, наверное, готов повоевать. У нас Конституционная Американская Республика хочет выполнять запасы. Ну, пожалуй, нет. Но у них кто вообще здесь побеждает? Пока что Синдикат, кстати говоря, очень солидно выглядит. У них там где-то 40-50 военных заводов. Туда еще, скорее всего, может вмешаться Канада-Новая Англия. Но пока что они выглядят как президент на победу. Ну, и всегда еще, конечно, президент на победу выглядят Тихоокеанские Штаты. Они еще и не в войне находятся. То есть, они купят ресурсы, наоборот. Как эти друг на друга тратят. Так что, они вполне себе могут победить. Это проносится легко. Это тоже потом проносится легко. И здесь уже собирается база, так сказать, что будут захватывать. Пока здесь ребята друг на друга ресурсы тратят. Ну, посмотрим, что будет. Остальное монархия. Отлично. И давайте теперь Российская империя в изгнании. И вот оно. Играет Российскую империю. Кирилл Владимирович согласен стать нашим царем. Вскоре он будет коронован как император и самодержавец в Сея Сипири. Вот оно. Кирилл I становится нашим императором. Единое и неделимое. Кстати говоря, приятный баф. У нас ТНП. 5% с военной экономикой. Мне казалось, что должно быть больше. Минус 15-20. Ну, а, ну от стабильности нет еще. Еще будет. В общем-то, вот оно. Российская империя пока что небольшая. Но вскоре, вскоре мы вернем себе все свое. А с вами, ребят, был Дубгейм. Подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии. Дискорд, твич. Все, ребят, как обычно. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok